добро пожаловать рокет лигу но сегодня ребята у нас самый необычный ролик на моем канале решил я его сделаю просто решил вот вы вот не в голову в брелло и я решил его записать сегодня ребята у нас будет тест новый геймпад а который я прикупил это xbox series xs я хуй знаю как название но вы сами прекрасно это новый геймпад от нового xbox почему решил потестить именно этот геймпад потому что очень многие хвалят контроллеры xbox я в свою очередь я очень сильно не люблю контроллер xbox поэтому я сегодня прикупил самую новую версию контроллера чтобы его затестить и рассказать о своих ощущениях и ну типа не знаю просто поделиться своим мнением и также помимо этого впервые на моем канале хэндкам то есть вы прекрасно видите что у меня творится вот что я вот и пошел туда геймпаде баню киберспорт самом деле это не особо нужная штука но если вдруг она нравится обязательно ставьте лайки под этим досом я напомню ребята что у нас под рокет лига к сожалению отключены комментарии потому что очень много долбоевов токсичных которые залетные на канале которые много о себе думают поэтому я думаю что пусть у нас будет все заебись моменты под рокет лиги чисто у нас будут закрыты можете залететь телеграм там поделиться своим мнением я сделаю даже специальный постик а ссылочку даже вот прям вы нажмете по ссылочке в описании он сразу откроется постик и в принципе в комментариях можете там написать поэтому прямо сейчас и я в принципе буду делиться своим мнением я пойду обязательно в ранкет соло чтобы никого не подводить потому что скорее всего у меня будет новое ощущение я чуть-чуть в тренировочке посмотрел санса не вебена совершенно другая нежели на моем дуал шоке 4 на котором я играл все это время вот он мой хорошенький мой любименький красненький геймпаде я надеюсь что он не будет заменой но anyway ребята следующий ролик если вам этот очень классно зайдет вот так в принципе спойлер тут написано sony и можете в принципе догадаться что за геймпад тут тусуется не знаю выбрал именно рокет лигу для приколов чтобы потестить этот геймпад при тем как мы начнем напомню что тег автор у меня на флэк лиги если вы хотите поддержать меня вы можете вписывать его в рокет лиги фортнайте в эпигеймсе вообще где угодно где есть тег автора пишите на флэк лиги и вы очень сильно поддержите меня потому что все ваши покупочки это беспроцентная поддержка меня материально именно деньгами не всякими там в баксами и кредитами именно бабками просто вы покупаете параллельно поддержки меня спасибо это вы тренер очень щедрая хуйня это реально очень классно слушайте вот это мне мне это очень нравится я даже его прямо сейчас куплю и прямо сейчас поставлю это реально классно короче отправляемся соло чемпион не знаю что будет честно расскажу плюсы и минусы так ну блин на самом деле знаете я наверно по ходу игры буду чуть-чуть говорить то что я типа чувствую единственное что чувствую это ну реально очень огромную сенсу то есть по сравнению с досок 4 она такая ну не знаю слишком большая не знаю почему она разная почему типа на одном геймпаде должно быть по-другому а на другом так это очень странно но как есть как есть но самое наверное прикольное самое классное то что мне в принципе нравится на геймпадах xbox это курок вот педалька вот это она очень классно она прям вот реально для где есть тачки в играх вот это прям реально для этого всего блин а как я но я по-любому буду убить потому что это но все равно другой геймпад немножко по-другому нужно играть вот и привык я привык жестким типа куркам и таким плавным соответственно ну-ка давай сейчас ухебать полетел у меня есть нет рада мне блять но я мне не показал что там звук даже был того что я задел а в любом случае такой громоздкие я наверно все же вы прям подытожу под конец а вот сейчас я прям пока буду знаете не знаю пытаться понять этот геймпад потому что он по крайней мере намного больше чем дуал шок и меня не знаю мне намного приятнее дуал шок я в принципе самая первая моя консоль это была playstation 1 и она была раньше чем пока ко мне вообще появился 2007 году где-то плюс-минус но прям наверное чтобы даже в интернет я нормально выходил это 2009 может быть был вот прям чтобы в интернете реально сидел же до этого я только играл в лан игры которые мне предоставлял провайдер и все так ладно ну блин какие двоек ощущения как бы и хочется их сразу рассказать но в то же время хочется их уже знаете объективно продумав поиграв пару каточек уже взвесить за и против но скорее у меня пока что по ощущениям вот типа не очень круто нежели классно могу сказать так то есть не знаю я надеюсь что я сейчас еще поиграю пойму что-то в любом случае чтобы понять этот геймпад не не хватит там пару каточек мы сейчас давай вот дэш этот классный блять я на тут сразу начал меня развиваю по полной программе у меня всегда будет так что я падаю до даймонда потом обратно поднимаюсь до чемпиона и так бесконечно вот может быть мне кажется что новое ощущение это разные перемены блять позволит пробить поток нет 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 просто в соло наху разъебут просто в сухую я не знаю как я смогу еще от пор ему дать особенно на геймпаде на котором сенса прям очень неприятно когда я делаю тачку вперед она под боком наху едет это очень неприятно 100 педальки классно да блять да иди ты наху на ебаный рот 16 ладно тут разъеб полностью у нас сколько я кстати на самом деле за камеры сейчас не вижу сколько там время там три минуты по идее слушать три минуты и человек играет 1661 окей то есть один играет и тут мне кажется будет очень тяжело ему противостоять вот сейчас в принципе блять но вот это реально сейчас был мой момент просто я думал что он уже такую удобную позицию займешь что мне будет очень невыгодно ударить давай ладно флик я успею задавить на в принципе я особо не нужно подожди оп блин поле меня получилось но соскете держать это очень тяжеловато точнее контролить их может сенсу еще меньше мне сделать надо блин ну да тяжеловато немного по крайней мере для привычки тяжеловато не знаю я я все считаю что это потраченные деньги в пустую ух ебать хороший флик был только знаете только сказал типа вот этот деньги потраченные пустую хотел сделал флик 5 которых давно вообще не делал ладно вот тут хотя бы сейчас премия тачка поехала потому что в 90 процентов случаев когда сейчас управлял тачкой она ехала но не прямо то есть у сенса как будто жестко ебать что происходит это резкое воодушевление или что или просто чел расслабился 4 6 2 минуты на вроде осталось про две минуты вот это кстати очень хуёвый удар потому что это грубо говоря пас блять не ворота нет айс да сюда 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 заебок давай давай вперед но здесь выбить был варик просто вижу как он едет для от ладно взорвали хорошо сможем как-то не знаю там провести давайте попробуем провести до конца блин на самом деле моя тачка я немножко в сторону уехала тебя на чуть по пример было бы там был варик его на самом деле вот где далековато блять и очень невыгодная позиция супер невыгодный 47 интересно мы хотя посмотрим а сделать 67 если очень или постараемся не будем хуй не делать вот вот сейчас очень удобного тут хуй знать не почувствовал реально не чувствую я сосками . я хочу я хочу постараться хотя бы сравнять ну нужно привыкнуть к сенсии либо ее под настройки на конкретно под этот геймпад потому что блять потому что сам самая подходит только подолшок надо слишком лезу мне я сделаю чуть-чуть и тачка очень сильно поворачивает о хорошо хорошо блин не знаю я постараюсь я постараюсь дриблом накидать им еще четыре гола будет тяжело но я постараюсь увидеть чуть-чуть вот я по идее я старался держать ее ровно она видите чуть-чуть уже сдвинулась и уже ну . не прям ровно ехала а в ракет лиги это очень важно сам прекрасно понимаете что хоть блять 55 градусов поменяешь мяч уже в другую сторону полетит под другими приколами так далее так далее это очень важно знаю тут проблемами в соски а проблема в сенсии все равно странно что на одном геймпаде так на другом так нет 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 закинул сука 610 но я реально старался пока что нужно привыкать к нему он громоздки хоть у меня лапа огроменная прям вот реально огромная лапа мне неудобно на этом геймпаде потому что он для меня реально большой то очень странно на самом деле хотя должно быть совершенно по-другому я хоть вот так блять не знаю как-то может камера передать насколько у меня огромная рука она реально огромную сможем 8 оформить сейчас тут полетит тут будет гол блять сейчас будет вот и да стоп блять нет ну не так в сторону даже хорошо так блять сколько нас там 8 секунд осталось но за 8 секунд еще два гола будет тяжело но я по хоромере мере реально пытался очень сильно блять реально очень сильно пытался сука блять ладно же ну слушайте чуть-чуть эксперименса получил давайте мы финальную уже конкретную каточку сыграем я вам все расскажу ну давай сразу на этот пацан с консоли сайнет подожди хорошо ой-ой-ой-ой вот видите просто не управляем вот этот сосочек у меня пока что пока что не управляем но я по крайней мере чуть-чуть уже геймпад чувствую это было тупо я даже не фликанул крайней мере у меня даже не получилось бы это сделать ну слушайте пацаны я вижу медлит этом есть шанс очень хорошо забыл чайзить его хорошо успеем да успели 1-0 пока что кашли 0 нас считаете практически равнее нас даже спинком все отлично у обоих одинаково даже у меня чуть получше хорошо блять вот нормально сейчас бы выровнял тачку а можно было уже сразу ворота лететь но увы хорошо немножко будем таранить бон и думал что все блять вот я просто пока видите как не чувствую тачку нормально даже мимо меча иногда пролетаю и вот когда я пытаюсь ударить по воротам я прям стараюсь максимально сосредоточиться блять я только не ему хорошо это нужно взять вот что за хуйня нет блять я опять у него нет даже бля ну нет на неров ли ну блять почему сука такие фрицы бывают почему такие пролаги сына там бывают я просто не понимаю вот реально один пролаг такой жесткий у тебя все полно десинхронизация с каточкой потому что вот и вот уже примерно там понимаешь куда полетит мяч где враг находится идут резко меняется условия игры и ты уже совсем другом пространстве блять совсем другом измерения нахуй и все ладно окей пока 21 все пожалуйста не пролагивай я тебе по просто малю на не пролагивай самый ненужный для меня момент пожалуйста спасибо вот . чуть-чуть левее поехал не проблема в д-зоне утра на проблема в этом соседу сосочки но солнца другая блять почему что он был сенс все четко а тут такое ладно я уже для себя более меня в голове выстрел все плюсы и минусы но для меня наверное все же минусов будет больше нежели плюсов я не знаю вот как мне сука оси рекламировал этот геймпад нахуй это просто пиздец и ты просто его не тесте нахуй и он пиздат и вот это вот знаете рассказ бывалого пиздобола я ему опоздал чистом блять ворота серьезно как у насчет 32 плохо надо больше форум на ну типа разницу больше но не 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 а вот просто не зря я не любил геймпад от xbox сколько у меня вот было у меня был геймпад от сонки и то есть первая сонка у меня была но к нам присоединяются ребята уважаемые андрей дефай и макс который стоит за кадром моему обзорщику на геймпад xbox как тебе xbox геймпад расскажи я не знаю какой-то новый это новый у тебя xbox больше нравится чем плойка вот такая же хуйня я вот купив этот геймпад знаешь разочаровался немного что потратил деньги впустую как впустую плюс минус 4 4 4 песок я так я свой покупал за 5 старый и она понимаешь покупая провод и специально батарею ты она чуть дороже становится типа ну слушай пока у нас разница 33 это очень хуёво надо немножечко в плюс уйти блять аккуратненько это на ебочка была небольшая смотри смотри блять но я думаю я успею в этот угол я надеялся что успею в этот угол короче смотрите ребята первое что мне не нравится в геймпаде на самом деле то расположение сосков я ненавижу когда они ну асимметричны я люблю когда на плойке вот как на плойке то есть они ну сами прекрасно понимаете симметричны и так не знаю мне намного легче вот смотрите опять был пролаг и это реально дезориентирует сука это просто уже неудобно как нахуй знает другую русло идет так подожди им упоздал блять что я что происходит блять просто заговорился просто отвлекся ёбаный свет она на сколько секунд осталось я даже не вижу блять там полминуты осталось это короче еще я ну все же хорошо шло два гола еще сверху блять подожди ими не успею я не успею а бля ну ёбаный свет давай выбей а конкретно просто сейчас не могу вам договорить ребята потому что я сосредоточен немного но туда уже были она окей две секунды я тебе паш просто прошу блять не пролагай пожалуйста просто не пролагай что был охуенный кик-офф что мяч ну блять но тут сока ну тут реально было уже победа более-менее но я немного отвлекся и с геймпадом о добро пожаловать даман 3 все надо опять сидеть чтобы опять даймон брать короче смотрите подытожим первое давайте начнем с плюсов а потом уже расскажу с минусов самый главный плюс геймпадов от иксбокс microsoft типа вся хуйня это полная совместимость то есть любая игра вообще сами разработчики всегда подрисовывают именно совместимость геймпада но это сто процентов геймпад от иксбокс потому что это microsoft это их детище ясен хуй будет совместимость и совместимость блять не знаю где где нет совместимости наверно какие-то инди игры которые сделаны за два дня наверно там нет совместимости геймпада от ладно не особо классно короче первый плюс это полная совместимость второй плюс это наверное руки они самые классные потому что не знаю я всегда хвалил потому что они сделаны вот реально как классно то есть для гоночек это вообще имба не знаю в любой игре даже это классно не знаю тоже mortal kombat я думаю даже будет классно короче тут наверное плюс вот вообще железный это реально курки самый лучший у microsoft самые пиздатые курки эти плюс это наверное это наверно хват то есть тут знаете такая как не знаю вот видите ребристость такая то есть он очень хорошо сидит в руке и не знаю это наверное очень удобно вроде как на этом плюсы заканчиваются теперь давайте перейдем к минусам и так давайте перейдем к цене цене в принципе почему я проебываюсь потому что тут на самом деле многие говорят блять да xbox контроллер дешевле дешевле в том случае если вы не покупаете зарядку то есть батарейку если вы не покупаете батарейку то у вас вот такое комплекте и то есть когда эти батарейки закончатся вам нужно покупать новые но и так постоянно то есть в этом минус и самое главное это провод он не идет в комплекте вы должны провод также покупать отдельно и в совокупности когда вы покупаете это туда-сюда у вас цена выходит плюс минус так же как и dualsense я не буду сравнивать с dualshock я буду наверное сравнивать с dualsense который в принципе не потестил но если так прям смотреть я хуй знает на самом деле как нормально потестить потому что dualsense я даже не потестил может быть он даже будет чуть хуже именно чем xbox но dualshock это прям лютейшая имба я прям dualshock обожаю так первый минус цена второе он реально огромный я не люблю такие геймпады это чисто мой минус потому что вот мне не нравится я называю чуваки свои минусы я не называю объективные минусы а чисто вот то что мне не нравится он реально громоздкий мне не нравится это я знаю что dualsense тоже такой большой но посмотрим насколько он больше чем вот этот в любом случае если он реально будет хуёвый я назову минусы 3 расположение сосочков они я ненавижу я серьезно я всем сердцем не могу это неудобно это пиздец я не знаю почему это у тебя руки кривые что ли что почему тебя вот так должно быть может быть глаза также размещены должны быть чтобы было классно но это реально хуйня мне это вообще безумно не нравится я считаю что сосочки должны размещены как на dualshock это реально удобно это пиздец удобно а вот на иксбоксе это такая себе хуйня ну и в принципе наверное на этом как-то более минусы закончены чё могу сказать ну блять я реально сколько у меня был xbox я расскажу предысторию самая моя первая консоль это ps1 самая моя первая то есть может года два было хуй знает сколько мне было но вот ps1 у меня была я ее любил всем сердцем я даже специально купил для коллекции которая выходила недавно playstation которой 20 игр сразу было вот даже чисто для коллекции прикупил просто кайф после этого у меня не за там геймбой дэнди сега бы вот странный порядок но у меня было именно так меня после этого было дэнди сега и так далее но самую первую консоль которую купил сам то есть когда появились первые деньги с youtube и так далее это был xbox 360 и тогда я уже начал изучать xbox на то время вроде тогда xbox был лучше чем playstation 3 если я не ошибаюсь я решил мне именно взять его и с тех пор я не могу до сих пор запомнить блять даже это расположение что слева это квадрат сверху это y справа это b это а я не могу до сих пор это неудобно это знать такой микро прием вот не могу и так же как и с геймпадом 360 я не смог нему никак привыкнуть и вот как то так поэтому для меня в принципе я не я не буду рассматривать xbox консоль потому что по крайней мере я как делаю то есть если я хочу что-то поиграть такое классное я беру пока и сажусь за геймпад то есть игра в показ геймпада это удобно во многие игры некоторые игры там шутеры по большей части играю на клава-мыш мне преимущественно удобно играть на геймпаде и зачем не xbox когда у меня есть реально мощный пк который а также могу там вроде нету таких эксклюзивов которых нет на пока то есть у них по сути очень мало всего такого что может реализоваться если у вас нету мощного пока то может быть xbox вам подойдет но anyway лично конкретно если мы разбираем ситуацию с геймпадом я наверное предпочтение дам dualshock у 4 нежели этому геймпаду но опять же я все равно насильно какое-то время посижу на нем и прям окончательно вердикт выложу обязательно телеграм-канал а у нас на очереди будет геймпад dualsense новенький я вам уже показывал начале ролика это очень экспериментальный видос я такие видосы не делаю вообще но надеюсь он вам понравится по лайкам я посмотрю ребят опять напомню комменты закрыты потому что коменте рокет лиги это реально токсичные чуваки я не с не намерен в комментариях и терпеть не впадло их банить я просто закрою комментарии к сожалению не смогу нормальные комменты почитать и под рокет лига и у нас комменты закрыты но не буду говорить навсегда но на долгое время точно спасибо огромное ребят за то что посмотрели этот ролик не забывайте подписываться на канал ставить большие пальцы вверх под видео напомню что тег автора у меня на его флэк жк вы можете меня поддержать нажав на ну тут рт ладно пишите на флэк жк и просто при любой покупке при пополнении все 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 абсолютно без переплат без каких-то лишних процентов и поддержите очень сильно меня спасибо огромное ребят кто-то сделал они если вам понравился также информация хэнд камом я постараюсь у меня есть грубо говоря два еще классных видоса в идее которые можно снять но это это один из них вы знаете с дуалсенсом и второй очень необычный в любом случае увидите спасибо всем еще раз вам был флэк жкей а